Продолжение следует... 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 Миши, я даю согласие, ну, вайки вот рабочие. Кто еще? По-моему, того вставляйте. Надо разбираться, надо ехать в МГСА и разбираться. Если вы... Мы собираемся, сюда никто не вошел с бульфоллерами, да. То есть нужно предосмотреть, если этот график лежит. Средства массовой информации, если кто-то связан, может, кто-то из СМИ, подключите свои контакты, каналы. Здесь человеку сидеть, есть сторож, действительно. Ну, в случае чего, чтобы он знал, куда звонить, кому звонить. То есть кто-то близко живет, по крайней мере, могли бы кредитом как-то поддержать. Практика показывает, кто-то толпа может удержать. Да, да. Понимаете, если все будут молчать, стоят, то просто снесут, и все, понятно, и так. Я бы, вон, пять лет назад, говорил. Создать рабочую группу из, так сказать, представителей кандидатов в муниципальные депутаты. Власов. Нет, членов, членов остается. Члены автостоянки тоже есть. Власов, Соболева, Белов. Члены автостоянки. Маховикова. Не-не-не, Маховиков это я. Маховиков, Боас, Муратов, Тетеркин. И представители МГСА, Качер. Вот такое вот у нас сегодня собрали. Пытаются снести красную стоянку. Соответственно, водители, дорогие, возражаются. Саша, суд это хорошо, но уже... Это очень долго. Есть, сначала, абитражник. Абитражник. Это вторая и третья волна. Первая волна, это надо... Инстанция официальная, заявление, на каком основании это происходит. Надо дождаться ответа. Вов. Да, вовремя. Абсолютно правильно. Надо параллельно запускать эти запросы, и чтобы был конкретный ответ, чтобы кто-то за это отвечал. Управо, если говорить следующее... Не-не-не, надо официально уведомить о том, что проходило собрание, на собрании были какие-то такие-то решения. Да, ну, я говорю, что мы можем... Да, управо, но можно, вернее, источник, приостановить, можно только если вы дадите нам решение ИСП с указанием... Суда? Да. Ну, не исполнение есть, а вот ИСП-вое заявление. Подстоянка создана на основании решения ИСП-воспома 86-го года. Вот других документов у вас нет, и еще есть решение о накрытии, все. Есть, ну, там порядка девяти документов разных, но они не существуют на самом деле. Вот два документа, один выделение земли подстоянку, и это самое. Нет, еще есть договоры от 96-го года, от 93-го года. Ну, это уже... он не пролонгирован. Не пролонгирован, да, но они есть, они реально есть. А вы уверены, что они есть? Ну, я же, есть никакой. Я просто почему знаю, потому что вам отказывали, потому что у вас незаконно... Да, да, они говорят, что здесь незаконно захватили. И на этом, и на этом основании договор не заключен. Да, да, да. Так что я не знаю, откуда вы это. А как, без них, о чем говорить, и с кем, если нет ни одного документа? Ну, после того, как процедур идет, что тоже целую пачку документов, а потом где-то на чем-то спотыкаются. А вот на споткнули, сейчас последний документ будет, а тот, на котором в последнем есть. Когда... Да, да, да. ...позже тема на щелчке, товарищи. У нас устав МГСА, мы действуем на основании устав МГСА. Ну, значит, вот да. По идее, МГСА может инициировать что-то, но я не знаю. И вот эта бумага, она должна была им прийти, в МГСА. В МГСА она должна была прийти. А они уже МГСА. Вот всегда. Они должны были уверены. Да, всегда делалось так, что бумага приходит в МГСА, что и МГСА там на такой-то стоянке, там ворот не покрашены и так далее. МГСА. И штрафуют МГСА. АТИ или АТИ. То есть они несут ответственность. Это инспекция, как она называлась. АТИ. Да. Она штрафует МГСА, а МГСА уже штрафовала нас. Соответственно. То есть все делалось только через них. Мне бы звонили, и говорят, приходи за честь. Не мог, конечно. Пришло бы... А тебе? А сейчас вообще пришли и расклеили. Причем именно в августе, когда все люди выпускали. Правильно. Конечно. А когда вы хотели? Да мы никак не хотели. Мы никогда не хотели. А если бы вы сегодня не собрались, ночью бы, может, и поедут в машину уже. С ним с носителем. Они бы могли приехать, если бы они приедут. Не звонил, да? Нет там людей. Не звонил, да? Не звонил, да? С кем он рассказывал? Ну, в общем, перенесли. Перенесли на первое. Ты что, как посчитать, целое? Суновление было, вот это вот решение принято. Просто решение за того? Да. А решение не имеет ни номера, ни числа. А лучше будет. Ну, суд обязан вызвать, вызвать себе представителей Токровной комиссии и выяснить, что за решение не приняли. Да, безусловно. Но это решение... Вам уже сказали, что это решение будет у права. Вы можете запросить копию этого решения, получать его на руки. Вам копию ставят со штампикой синий, тем копия верна. Мы сейчас, например, можем на действие управы по расклейке объявлений и попытке нас... Да, да, это право. Там подписано управы и телепрессором? Нет, они не говорят, это мы их делали. Да, да, они не правят. Так никто не скрывает. Управа района Сокольники, вот номер 7. Конкретно вот Екатерина Хохлова, 5 этаж. Екатерина Хохлова, 5 этаж. А я её знаю, но я её видела, по крайней мере. Вот она, конкретно, это её люди. Ага. Ну, значит, они уже имели в руках, если бы, вот... Ну, вот, непонятно. Вмещение везде, да? Вроде как, да. Игель, оно должно было им спуститься. Да, 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 да. Потому что они же не могут просто так... Да, да, да. Они должны были на основании чего-то это делать. Ну, на таком основании устного распоряжения префектуры. Замечательный устный. Да. На таком основании устного распоряжения они начали расклеивать. А это окружная комиссия, ну, якобы, им потом даёт. Ну, по крайней мере, будут. Ну, по крайней мере, будут. Мне кажется, это так. Потому что те люди, которые у нас сейчас сидят в муниципальных депутатах, так сказать... Ну, трое, нормально. А там сколько? 50 этажей, наверное. Тоже, например, главврач больницы. Замечательный человек. Ему совершенно интересно, что здесь происходит. Ну, и таких достаточно. А потом они все, в основном, как бы, когда им говорят, как голосовать. Ну, понятно. Вот. Так что мы готовы помогать. Но кописи мы свои поставить не сможем. Потому что мы... Ну, только вот Андрееву маму нужно поставить. Потому что 20-й гараж. У меня мама владеет вот тут 20-м городом вот этим. А, да. То есть у нас как раз сюда и послал. Ну, и он тоже. Понятно. А? Да, конечно. Ну, и там... Вот. И потом Андрей тоже садится на руку. Должение есть. Ты просто еще не посмотрел. У меня особый документ для женщины. Принеси. Там все расписано. Какие сроки, что-то написать. Да. В районе затянулись до ночи. Там стоянка номер пять. Наверняка, если оно вообще существует. Правильно, оно есть. Другое дело, что вы не даете. Такой тоже. Не слышу. Поэтому если подавать, то лучше либо МГСА, то если они будут тупить в понедельник-вторник, по следующей неделе, тогда уже будут граждане трудящиеся. Да. Либо МГСА, либо граждане трудящиеся, которые застреливают в отрасл снимки. Да, это так, конечно. Но это просто покрыт поиск? Что это значит? Что это значит? Что это значит? Ну, я знаю только, что мы говорим. Так вот сейчас, когда мне появится на МГСА светлодат. Так вот. Я сейчас буду найти это. И из-за этого уничтожили. Все, что другое. Продолжение следует...